Прошло уже более полутора лет с момента, когда управление и отделы идеологии, культуры и по делам молодежи были объединены в единый механизм. Становление новой административной единицы не было простым, однако период адаптации не помешал выполнению главных задач по идеологическому сопровождению социально-экономического развития области, повышению профессионализма кадров, а также эффективности работы с населением, созданию качественного информационного и культурного продукта, экономию бюджетных средств во всех отраслях. Результаты деятельности идеологической вертикали и подведомственных структур за 2014 год показывают, что работа велась плана. По итогам оптимизации сохранена системность в организации деятельности идеологической вертикали, учтена ее роль в функционировании местных органов власти, как координатора решения общественных значений вопросов в жизнедеятельности области. В ходе заседания большое внимание было уделено разрешению вопросов, с которыми обращаются берестейцы. Ситуация в экономике сегодня непростая, в том числе и по ряду объективных причин, таких как экономические и политические события в соседних странах. В связи с этим несколько изменился и срез проблем, которые в настоящее время волнуют людей. Это снижение реальных доходов, неполная занятость, повышение цен и многие другие. Любое обращение должно быть принято и максимально разрешено, а также детально проанализировано и учтено в дальнейшем. На отдельный план выходит работа с трудовыми коллективами проблемных предприятий. Заместитель руководителей, конкретно заместитель руководителя по идеологической работе, он должен работать в тесном контакте с профсоюзным комитетом, для того, чтобы обеспечить социальную защиту всех работников. Ну и самим быть в цехах, видеть работу, обращать внимание на том, как организован труд каждого работника, быть в курсе всего того, что происходит. Ну и информированность – это, наверное, самое главное. Для того, чтобы каждый работник знал, что его ждет в будущем. Большая нагрузка в настоящем году ложится на плечи культурного сектора. Центр нашей области в 2015-м – культурная столица страны. А это не только почетно, но и очень ответственно. И не только для города над Бугом, но и для всего региона. А потому, несмотря на уже проведенную огромную работу по упорядоченности сети учреждений и штатной численности, а также укрепление материально-технической базы и успешный опыт проведения различных фестивалей и форумов, в наступившем году свою деятельность работникам культурного сектора необходимо активизировать по всем направлениям. В целом, следует отметить, что Брестская область достойно выглядит на уровне остальных регионов республики. Дополнительным подтверждением этому служит то, что в нынешнем году культурной столицей у нас, республики, является город Брест. Что касается тех задач, которые стоят перед регионом в текущем году, конечно же, это первоочередное празднование 70-летия дня победы в Великой Отечественной войне. Конечно же, это достойно провести и показать лицо города как культурной столицы. Поэтому я думаю, что с честью должен справиться с этим регион, поскольку здесь работают прекрасные специалисты с хорошим уровнем практики, наработки и опыта в культурной сфере. 2015 год не только для Брещины, но и для всей страны ознаменован многими социально значимыми событиями. Мероприятия к 70-летию Великой Победы и выборы президента должны быть организованы и проведены на самом высоком уровне. А потому наступивший год ожидается непростым, но определенно плодотворным.